МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканала Губерния 33, программа на всю Владимирскую, в студии Екатерина Гаврилова. Сегодня гостями программы стали доцент в ЛГУ, кандидат физико-математических наук Василий Крылов и студентки, обучающиеся на кафедре бизнес-информатика и экономика Татьяна Яковлева и Виктория Новикова. Здравствуйте! Девушки стали призерами национального этапа конкурса статистических постеров. Студентками и их наставниками проделана большая работа, большой труд по сбору данных для финального конкурсного постера, который мы можем увидеть на экране. Ваши исследования касались рынка труда. Расскажите, пожалуйста, мы сначала начнем с вас, как с наставника, почему выбрали именно эту тему и посвятили этому такое масштабное исследование? Ну, все началось с того, что мы собрались в одной аудитории с ребятами, и мы решили выбрать наиболее актуальную тему, которая бы с их точки зрения была бы самой интересной, которую бы они хотели бы отразить вот в этом плакате для участия в конкурсе. Мы организовали мозговой штурм, было очень много предложений, начиная от защиты природы, вот, и рынок труда у нас участвовал, но без контекста цифровой экономики. А потом мы задумались, что поскольку девушки обучаются на бизнес-информатике, то проблема цифровизации нашей экономики, она является наиболее острой, и я думаю, что наиболее интересной для них, как для будущих специалистов в этой области. Вот, и мы тоже задумались над тем, а что нам дает цифровая экономика? Плюсы и минусы. И вот в нашем плакате мы как раз хотели отобразить и возможности, и угрозу цифровизации экономики, вот, чтобы не создавалось впечатление, что это исключительно благо, но и с другой стороны не создавалось впечатление, что это исключительно зло. То есть мы хотели показать плюсы и минусы, и попытались в этом же плакате отразить возможные пути решения тех проблем, которые возникают в связи с цифровизацией. Вот, ваш плакат уже размещен на сайте Владимирстата, и наряду с другими конкурсантами и во главе работают, как бы, вот, в начале ее высказывания президента о том, что нынешняя система занятости в России, наверное, в целом, и в Владимирской области в частности, устарела. Вот, согласны ли вы с этим? Какое мнение имеете вы на этот счет? Ну, скорее всего, все равно всегда требуются какие-то доработки. Мы поэтому и пытались отразить в нашем плакате, что требуется переобразование кадров, требуются какие-то новые бюджетные места для специалистов, требуются постоянные изменения именно для общества, потому что цифровая экономика на данный момент, она везде. То есть мы не можем ее как-то избежать. Вот если развернуть плакат, еще раз посмотреть на него, здесь очень много данных, самые яркие, вот, перечислите самые, что вы здесь отобразили? Ну, здесь отображены задачи на будущее, которые стоят перед различными отраслями, сферами жизни людей, в принципе, сферами деятельности, их цели для достижения развития цифровой экономики в России в целом. А также здесь отражены реалии рынка труда, то, что мы имеем на сегодняшний день. Какие даже некоторые недостатки указаны, потому что любое внедрение, любое новшество, оно несет за собой какие-то последствия, и, как уже было сказано, они не всегда являются положительными. Но эти проблемы, они решаемы, и решаемы в ближайшее время. — И еще мы этим плакатом хотели сказать тем, что надо быть готовым к тому, что это произойдет, и надо начинать работать. То есть этот плакат, некоторым образом, был призывом к тому, что человек должен заниматься образованием, так сказать, может быть, получать новую профессию, и не бояться этого. И, так сказать, не надо говорить о том, что вот в 30 лет человек получает одну профессию, и на этом все заканчивается. Нет. У нас сейчас время очень мобильное, очень изменчивое, и, так сказать, необходимо получать новое образование, новую профессию, и в этом ничего нет ни зазорного, ни плохого, в каком бы возрасте это ни произошло. Это тоже было одной из целей нашего плаката, в котором мы пытались отразить и эту мысль. — Здесь проведено очень много данных, много цифр. Где вы брали данные для своей работы? — Ну, во-первых, мы воспользуемся, конечно, нашим областатом, который предоставляет эти данные, они размещены. Вот, конечно, какие-то данные мы почерпнули в сети интернет, которые, ну, в общедоступном виде. Кстати говоря, одним из условий конкурса была обязательная, так сказать, ссылка на то, откуда мы брали, так что у нас все авторские права мы пытались совместить. — Ссылка на Владимир Стат. — В частности, на Владимир Стат тоже есть. — Тут вы говорите в своем исследовании, в пояснительной записке к нему, которая тоже размещена на сайте, о вымирающих профессиях. Что это за профессии, и почему они в ближайшее время в связи с цифровизацией экономики отомрут? — Ну, такие профессии, как финансист, юристы, бухгалтера, они будут пропадать с течением времени из-за того, что их работу будут выполнять либо компьютеры, как уже сейчас происходит, либо какие-то новые технологии, которые будут внедряться в общество. И, соответственно, специалисты, которые будут уметь владеть IT, то они будут более востребованы на рынке труда, нежели чем те, которые пользуются устаревшими моделями работы. — А ваша будущая специальность, какая и в чем она будет заключаться после того, как вы получите диплом? Ваши профессии будут связаны с IT-технологиями? И как вы планируете развиваться после окончания университета? — У нас специальность связана и с экономикой, и с информационными технологиями. Мы изучаем абсолютно разные дисциплины, и, конечно, мы можем иметь выбор в том, куда мы можем пойти. Наша отрасль может быть связана как с экономикой, так и с различными информационными технологиями. — То есть ваша профессия, естественно, не попадает в разряд вымирающих, наоборот, только новых и развивающих. — Ну да, ее можно универсальной назвать. — Да, универсальной профессией. Еще у вас там есть на плакате, на сайте было довольно мелко для рассматривания, прогноз в сфере занятости до 2025 года. В связи с этим, что там может произойти, в чем состоит ваш прогноз? Там есть такой график, вы составляли его. То есть, наверное, какие-то профессии... И речь идет о профессиях, которые исчезнут? — Здесь прогноз составлен по группам профессий. Как раз и действительно некоторые группы профессий, как уже Вика сказала, что действительно произойдет сокращение необходимости в таких профессиях. Но с другой стороны, опять-таки, можно сказать, если тот же юрист будет успешно овладевать IT-технологиями, он тоже не пропадет и не потеряется в этой новой жизни, в этих вызовах, которые нам время предлагает в данный момент. — А вы анализировали рынок труда только во Владимирской области или в целом по стране? — Мы в целом по стране анализировали, так сказать, спасибо за вопрос, потому что Владимирская область, она не совсем типичная, как бы сказать, у нас определяется во многом потребность в рынке труда близостью к нашей столице. Поэтому мы посмотрели всю страну, чтобы в среднем определить вот эти показатели, чтобы они были усреднены и расстоянием тоже как-то определялись. Потому что там есть свои особенности. — А как вы думаете, на рынке труда именно в нашей области цифровизация тоже так сильно влияет на рынок труда или пока еще все довольно традиционно? — Я не думаю, что уже традиции ломаются. И, так сказать, это видно, это заметно. Достаточно, ну, все мы ходим в банки и мы видим, так сказать, насколько там, хотя бы даже на уровне услуг, насколько уровень цифровизации поднялся за последний год, два, три. Вот, так сказать, в сфере транспорта, пожалуйста, у нас уже переходим к чипированию. Вот везде цифровые технологии, хотим ли мы этого, не хотим, они все равно внедряются. — Как вы думаете, тоже к вам, девчонки, вопрос, какие профессии нельзя будет оцифровать, заменить? Какие профессии не победят у цифровой технологии? — Профессии, которые связаны в первую очередь с жизнью людей и, возможно, я считаю, что с обучением людей, то есть такие профессии, как врач, учитель, как бы ни пытались их заменить, они должны существовать именно, чтобы человек с человеком взаимодействовал, потому что здесь это важно. — Но все равно же сфера обслуживания и обучения тоже много переходит в приложения, в разные там... — Конечно, да, но, так сказать, а кто создаст методику обучения? Кто это сделает? А кто запишет тот курс, который будет оцифрован? А кто придумает, как оцифровать то, что будет оцифровано? Я думаю, Вик правильно говорит, что в такие профессии, как врач, ученый, преподаватель, вряд ли он в ближайшее время куда-то это все исчезнет, и все равно эти профессии будут востребованы, потому что цифровая экономика, она не всегда учитывает человеческий фактор. В этом тоже ее слабости. — А вот в центре вашей работы, у диаграммы такой большой круг, задачи на будущее, рекомендации для разных сфер, какие из них вы считаете наиболее важны? Вы их и сами составляли? Или как-то это вытекает, понятное дело, из исследования? — Сами составили. Мы считаем, что важно переобучение, различное обеспечение, постоянно явно обновляемыми какими-то технологиями. То есть, например, если даже те же самые профессии, как учитель, как врач, информационные технологии могут все-таки помочь. То есть не полностью заменить, но какую-то помощь и не могут оказать. И мы выделили также профессии, которые следует учитывать, и на которые будет больше спрос, и на которые, возможно, следует обратить внимание специалистам и обучаться. — Кроме специалистов в сфере IT, какие еще будут востребованы профессии в ближайшем будущем, на ваш взгляд? — Я понимаю, что IT-технологии заменят, если не все, то практически все. — Практически все заменить нельзя. Это, во-первых. Во-вторых, конечно, будут востребованы все профессии, которые связаны с обслуживанием IT-технологий, созданием IT-технологий, разработкой IT-технологий. Конечно, все это будет. И опять-таки, человеческий фактор, он все равно останется. Опять-таки будут востребованы преподаватель, врач, может быть, психолог. Тот, кто контактирует с человеком машина, вряд ли это сделает. — Вы проделали, я повторюсь, большой труд. Станет ли эта работа, может быть, продолжением для ваших других каких-то научных работ в институте? Может быть, станет дипломной? — Конечно, мы занимаемся научной деятельностью, и, возможно, мы эти данные где-то будем использовать. Тем более, в различных курсовых работах, в дипломной работе это все может пригодиться в практической части. Это все можно использовать. — А данными Владимирсата пользуетесь вообще по вашей учебе? — Что еще берете, на какие темы? — Для курсовых работ различную статистику по области, по статистике сравнения разных показателей между различными областями, применяемых, как уже было сказано, в курсовых работах, в каких-то практиках и дипломных работах, я тоже думаю, будем пользоваться. — Девушка, а что вам лично дало участие в конкурсе? Или просто вот карпели над этим плакатом? — Это новое знание, которое мы приобрели за время работы над проектом. Это интересно, это конкуренция, соревновать состязательный дух. Он присутствовал, и хотелось выложиться на полную, рассказать людям о том, какова сейчас цифровая экономика, что это и какие реалии и последствия могут быть у цифровой экономики на рынке труда. — Это опыт участия. Везде этот опыт пригодится. — А в чем заключалась участь? Нужно было показать плакат, защитить, какую-то презентацию провести? — Да. Мы выступали с плакатом в Латстате. У нас был рассказ о плакате, соответственно. И задавали вопросы дискуссионные, такое мероприятие было. — Какие вам какие-то задавали неожиданные, острые вопросы, может быть? — Конечно. Конечно, задавали. Опять-таки, вопрос правомерности тех данных, которые мы на плакате изображали. Например, что означает каждый из этих? Кто-то не верит в то, что это может произойти. Те, кто спрашивал, мы же говорим о тех профессиях, которые входят в зону риска. Кто-то не хочет в это верить. — А чем они мотивировались, что они не верят? — Ну, вроде как, еще долго до цифровизации. Об этом мы только начали говорить. Хотя это уже... Человек очень инертный по своей... — Консервативный. — Да, консервативен по своей природе. И очень трудно выходить из состояния равновесия, в котором он находится. Даже если это равновесие, показывает не очень хорошую ситуацию. И, так сказать, конечно, вот поэтому... И очень хорошо, что дискуссии были очень жаркие, кстати. И очень хорошо, что это произошло. Это значит, наш плакат кого-то заинтересовал, заставил задуматься, так сказать, заставил спорить. И вообще, это вот было очень интересное мероприятие. — А кто был в жюри? Кто оценивал? — В жюри... Пожалуйста. — Работники Владимира Стата были. Была Наталья Владимировна Юдина. И, вроде бы... — Павел Николаевич Захаров был. — Павел Николаевич Захаров, да. — Директор экономического института. — Институт экономики, да. Так что было достаточно представительное жюри. И каждый из конкурсантов тоже мог задать вопрос. И студенты, и преподатели, которые представляли другие работы. Мы очень активно били за наш плакат, боролись. — А Владимир Стат обещал, что мы обобщим эти данные, мы ваш плакат примем к сведению в вашу работу? — Ну, во-первых, они разместили его на своем сайте. То есть, это тоже... Ну, мы считаем, что это некая такая честь для нас, что это произошло. Нам это очень приятно. Но я думаю, что они как-то прислушаются, присмотрятся к тому, что мы написали. Я думаю, что да, это произойдет. — А были ли интересные идеи у других конкурсантов? Я знаю, там и школьники тоже участвовали, представители других вузов области. — Конечно. Конечно. Наши коллеги из Института экономики представили свою работу. Она тоже была интересна. Она была посвящена малому бизнесу. Школьники предоставили... У них была очень интересная презентация. Не знаю, сохранилось ли ее видеокадр. Ребята из финансового университета приготовили целое представление, посвященное этому плакату. То есть, просто шоу устроили. Все было очень интересно. — Там даже есть про молочную ферму. — Вот-вот-вот. Это школьники, по-моему. — Да, школьники. Именно про развитие молочного производства. Это было очень интересно смотреть. Очень искренне они все-все подготовились очень хорошо. Вложили много труда, много сил. И, конечно, мы очень благодарны областату, что они организовали этот конкурс, оповестили нас, провели на своей территории. Нам, конечно, и очень лестно, что мы, конечно, стали призерами. — Как я понимаю, это был региональный этап. Будет, наверное, всероссийский? — Это был всероссийский этап. — А, это был всероссийский этап. — Но, к сожалению, мы не победили. Победили ребята из Новосибирска, насколько я помню. Вот их плакат поедет в Малайзию уже на мировой чемпионат по плакатам. А мы стали призерами по России, да. У нас было около 400 участников. На этом конкурсе он был очень представительный. — А у новосибирцев что было за идея? — Я, честно говоря, не помню. — Тоже не? — Не помню. — Куда инвестировали деньги? В Сибирь. — Правильно. Правильно. Это был плакат вопрос. Да-да-да. Плакат провокация. Плакат вопрос. Точно. Куда инвестировать деньги? Вопрос. В Сибирь. И несколько восклицательных знаков. Да-да-да. — Мы вас еще раз поздравляем, что вы стали призерами конкурса. Вы проделали достаточно плотную, большую работу. К сожалению, время нашего эфира подходит к концу. Я напомню, что сегодня в нашей студии были призеры национального этапа конкурса статистических постеров. Студентки в ЛГУ Татьяна Яковлева и Виктория Новикова и их наставник, кандидат физико-математических наук Василий Крылов. Спасибо большое за интересную встречу. — Спасибо вам. — Спасибо. — До свидания. — Всего доброго. — Запись нашей программы, а также другие новости можно увидеть на нашем сайте trc33.ru. Я же прощаюсь с вами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова